МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Ставрополе за каждой семьей бойцов спецоперации закрепили сотрудника мэрии. Об этом губернатору Владимиру Владимирову доложил глава Ставрополя Иван Ульянченко. Глава региона подчеркнул, важно продолжать поддерживать близких военнослужащих. Мы с вами прекрасно понимаем, что эту задачу президентскую нужно в первую очередь выполнять. Это обеспечение воинов, которые ушли сегодня в зону специальной военной операции. Обеспечение не только материальным снабжением текущим, карематы, палатки, спальники, одежды и так далее. То, что мы в гуманитарку отправляем, не только это. И обеспечение сегодня жизнедеятельности семьи здесь на территории. Потому что текущие вопросы никуда не надеваются. Вода, крыша, ЖКХ, детер, садик мы с вами буквально обсуждали. В Железноводске стартовало благоустройство сквера «Капка». На территории пространства создадут детские и спортивные площадки, беседки для отдыха и прогулочные дорожки, сообщили в региональной Минфине. Работы проводят в рамках проекта формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье» и «Городская среда». Завершить благоустройство планируют в этом году. В Георгиевске ремонтируют районную больницу. Уже обновили кровлю и завершили демонтажные работы. Сейчас специалисты занимаются отделкой помещений, меняют окна и двери, сообщили в региональном Минздраве. В ближайшее время медучреждения отремонтируют полы. Реконструкцию проводят в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Михайловский стартовал капремонт историко-краеведческого музея имени Завгороднего. В здании заменят инженерные коммуникации, приведут в порядок потолки и полы, обновят фасад и внутренние помещения, сообщили в региональном Министерстве культуры. Работы проводят в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова